Уважаемые коллеги, я хотела бы акцентировать внимание на сегодняшние дни и на проблеме формирования российской идентичности сегодня. И нужно сказать, что очень символично я хотела поблагодарить, что российское историческое общество проводит такой совместный круглый стол с обществом политологов. У меня есть предложение для, может быть, если вы сочтете таким возможным, предложение в повестку заседания нынешнего съезда, потому что у российского исторического общества есть очень хорошее дело, которым они занимаются. Это именно участие в разработке единой концепции исторического образования, потому что российская идентичность как раз формируется через историческое образование. И второй огромный пласт школьный – это обществоведческое образование, которому, к сожалению, такого интереса, как к историческому образованию, сейчас нет. Я хотела бы поднять эту проблему очень остро, потому что вот сейчас активно обсуждаются школьные учебники истории. И совсем не обсуждается, что происходит на обществе знаний, которое считается уже с шестого класса. Уважаемые коллеги, конечно, они более или менее сейчас выглядят приличнее, чем это было в девяностые годы. Но откройте эти учебники, там нет того, там государство не проводит свою политику, понимаете, как привлечь объяснение того, что оно делает, как функционирует государство. Там старые наши концепции, но абсолютно нет того нового, что делает государство в сегодняшний день. Нет абсолютно концепции открытого правительства, нет концепции открытых данных, о котором государство говорит везде, школьники об этом не знают. Ничего не говорится о той антикоррупционной деятельности, о которой большой работе в этой области, которую государство проводит, о создании антикоррупционных механизмов. Абсолютно отсутствуют учебников по обществу знаний, те каналы, которые делает государство по взаимодействию с обществом. То есть сейчас максимально делается для взаимодействия с гражданским обществом, для формирования гражданского общества. К сожалению, это отсутствует. Я могла бы еще много говорить, но к чему это приводит, уважаемые коллеги. Я просто много лет занимаюсь Олимпиадами школьникам и участвую в ЕГЭ по обществу знаний. И вы знаете, я была потрясена вообще последними тенденциями в Олимпиаде школьников по обществу знаний. Поверьте мне, до 2014 года все было спокойно, обычные темы, обычные вопросы. А сейчас, с вашего разрешения, я прочитаю несколько тем, которые дети, что такое региональный этап по обществу знаний. Это активные дети, их много, которые участвуют, которые амбициозны и идут дальше. И они участвуют в Олимпиаде по обществу знаний не на всероссийском этапе, а именно на региональном. В 2015 году дети получают такие темы для сочинений. Я была потрясена. Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно делать безнаказанно. И совершенно так же поступает правительство. Вот Сергей Михайлович рядом со мной, видите, я читаю оттуда. Герцог. Дальше. В тот самый другая тема, в тот самый момент, когда зло перестало бы существовать, общество должно было бы прийти в упадок или разрушиться совсем. Ну, дальше еще интереснее, коллеги. Это все одни, эта тема дальше. Хаек. Деньги – одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком. Шопенгауэр. Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит. И ипсел, я вам еще так, сверху. Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается. Коллеги, поверьте мне, таких тем не было никогда до 2014 года. Они появляются в 2014-2015 году. В 2016 году на Олимпиаде что получают дети? Текст о духе законов Монте-Стье. Цитирую. Большой текст, я вам цитату одну. В северном климате вы увидите людей, у которых мало пороков, немало добродетелей, много искренности и прямодушия. По мере приобрежения к югу вы удаляетесь от самой морали. Там вместе с усилением страсти умножаются преступления. И каждый старается превзойти других во всем том, что может приятствовать этим страстям. Не надо удивляться, что малодушие народов жаркого климата почти всегда приводило к их рабству. Между тем, как мужество народов холодного климата сохраняло за ними свободу. Ну, я думаю, получили дети такой текст. Ну, наверное, дальше первый будет там. Опровергните. Вот я могу просто вот еще раз. Хотите, смотрите, какие задания к тексту получают дети? Выделите аргументы, приводимые автором, в подтверждение его позиции. Приведите аргументы в поддержку авторской позиции. Ни одного вопроса о том, что вы против этого, коллеги. И поверьте мне, аналогичные темы появились в ЕГЭ в этом году. А у вас есть ответ, почему в 2014 году? Есть. Я не буду о нем говорить. И, кстати, тут было по поводу госзаказа научным руководителем. Вот эти все Олимпиады составляются в вузах. Это к вопросу. Что государство финансирует? Я могу дольше говорить, но коллеги... Нет, у коллеги зададут вам сейчас достаточно много вопросов из зала. Я предполагаю, да. Вы будете добрыми. Скажите, пожалуйста, а чем вызвано ваше возмущение? Вот, например, цитата Герцена. Я поняла. Можно я отвечу? Да, потом. Вот вы Мундески, например, но этот текст, во-первых, в контексте Мундески, и, во-вторых, он в контексте французском, а в третьем он в контексте... Я отвечу. Я поняла, поняла, поняла. Уважаемые коллеги, я долго думала о том, что я не хочу тоже прослать человеком, который ищет теорию заговора там, где ее, наверное, нет. Но у меня долгое размышляло над этим, я могу сказать одно. Слова, выражения, которые хороши, но уроки, на котором мы дискутировали, то есть это вполне нормальные темы, которые можно давать на уроках. Это темы, о которых нужно дискутировать. Но слова, вырванные из контекста, слова, которые, понимаете, иногда произносятся в запале, для того, чтобы организовать дискуссию, давать на уровень Олимпиад школьников и давать на уровень ЕГЭ, где, понимаете, как ведь детей учат в школах, начинать с того, чтобы соглашаться с такими текстами. Я вам сразу хочу сказать, вот то, что я видела, ни один ребенок, ни одну из этих тем не взял. Вот ни одного сочинения на это. А я, нет, я не зря волнуюсь. Я не волнуюсь, потому что у детей совершенно нормальное чувство самосохранения существует. Но пока они читают, нет, не надо, ну можно я отвечу. Вы понимаете, но дело в том, что это государственное, это государственно проводимое мероприятие. И они все-таки, на мой взгляд, не должны в негативном свете, то есть когда, ну ребенок, ну первую герциновскую фразу, вы меня извините, при всем уважении Герцину, наверное, не на Олимпиаде школьников давать такую тему. Ну это моя точка зрения. Понятно. Хорошо. Спасибо большое.